Сегодня целый день мы рассуждаем о том, кто будут эти люди, которые будут стучаться в двери Царства Божьего. Что это будут за люди, которых хозяин дома не пропустит в свой дом. И когда эти люди будут говорить, мы же ели перед тобой и пили перед тобой, и ты учил нас, а потом еще и мы пророчествовали, а потом еще и чудеса творили, и вдруг услышать свой адрес, отойдите от меня, ибо я не знаю вас. Прожить всю жизнь, быть частью христианского сообщества, церковного, и даже иметь какое-то отношение к лидерству. И вдруг в конце жизни такое страшное откровение, закрытые двери, и такая фраза, я не знал вас. Я серьезно размышляю относительно самого себя. Можно поставить диагноз тысячам людей вокруг себя и попытаться определить, кто есть кто. Мне кажется, мудрость жизни определить в первую очередь, кто я есть. Знает ли меня Бог? Многие люди говорят, я знаю Бога. Вопрос не в том, знаешь ли ты Бога. Вопрос, знает ли Бог тебя? Признает ли Он тебя в тот последний день? Знаете, игры там все закончатся. Комедия закончится. Кого-то Бог не будет знать, а кого-то Бог будет знать. И скажет, верный и добрый раб, иди, я тебя знаю, заходи. Я для тебя приготовил великую радость. Вот почему мы должны быть в церкви. Вот почему мы должны освобождаться от религии, от всякой имитации, от всякой фальши, от всего того, что не приносит счастья и наслаждения в Боге. Я хочу, чтобы Бог меня знал вот здесь, на земле. Я хочу знать Его. Я хочу беседовать, научиться этому общению, научиться этому искусству общаться с Ним. Не просто цитировать. Я не хочу, чтобы вот это слово превращалось в какую-то букву, умно, грамотно, логично, но безжизненно, как цитаты на надгробных памятниках. Нет, мы не надгробные памятники, мы письмо Христово. И пусть скрижали нашего сердца, будут этими живыми страницами, где Дух Святой писал бы эти слова, эти заповеди. Давайте несколько минут еще помолимся, такое присутствие сильное здесь. Субтитры создавал Дух Святой писал бы, прошу, Дух Святой, пусть у каждого из нас произойдет однажды эта личная встреча с Тобой. А если была, то Господь, да еще! Так, как ты явился, пятистам братьям, так, как ты явился, Кифи, как ты явился с женщинам, я прошу, явись каждому из нас. Пусть однажды произойдет встреча с Тобой, как у Савла по дороге в Дамаск, Боже, пусть наша жизнь трансформируется, пусть она кардинально поменяется, пусть Господь в нашу серую убогую жизнь ворвется поток сверхъестественной благодати, силы и могущества Твоего. гормакиналамбра престубеджебапонелингрусонджалая браминелиребресагресчетея Пусть наша вера не будет тяжким бременем, пусть наша вера и служение не будет каторгой, пусть Господь наше служение будет необходимость, потребность и великим наслаждением. Кэрбэлэлэлэмбра прамахазынджи меглу манэра гландала прамэхарсобэддин в бубок рост Загляни, Господь, в наши глаза и дай нам заглянуть в Твои глаза дай нам познакомиться с Тобой еще ближе Дух Святой Ты наставляешь нас на всякую истину Ты возвещаешь будущее и Ты прославляешь Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, что Ты на этом месте. Благодарю Тебя, Господи. Пусть имя Твое прославится и возвеличится. Амин. Тема проповеди закон безопасности. И я бы его сформулировал так. Мне не грозит никакая профанация, если я владею первичной информацией. Мне не грозит никакая профанация, если я владею первичной информацией. Первичная информация принадлежит Богу, потому что Бог первичен. Вторичная информация принадлежит дьяволу, потому что он вторичен. хотим мы или не хотим, но в информационном пространстве идет вечная битва между информацией первичной и информацией вторичной. и мудрость жизни и мудрость жизни или смысл веры обеспечить победу в нашем мышлении, в нашем мировоззрении, в нашем жизненном понимании, победу первичной информации. вот почему мы должны быть внимательны к слышанию, к слушанию, потому что все, что Господь говорит, Он говорит в начале и Он говорит в конце. После Бога начинают говорить люди, наше плод, дьявол говорит и мы выбираем. Между прочим, поражение наших прапрапрапрапрапрапрародителей Адама и Евы. Их проблема, их трагедия заключалась в том, что они позволили вторичной информации исказить и уничтожить информацию первичную. Бог сказал одно, и мы должны вот в этом, то, что Бог сказал вначале, укореняться, утверждаться. Потому что если ты не владеешь первичной информацией, тебе грозит абсолютная, тотальная профанация. Не фальшивка появляется вначале. Вначале появляется оригинал. А потом, как покушение на оригинал, появляется фальшивка. И для того, чтобы разобраться, что фальшивка – это есть фальшивка или подделка, в моих руках должен быть оригинал. 25 лет церкви «Новое поколение» нашему движению. Я не устаю повторять. Держитесь за первичные откровения. Они спасут вас и защитят от обольщения и профанации. Мы не имеем права жонглировать откровениями. Вначале так верим, потом вот так верим. Нет! Все обетования в нем – да, и все обетования в нем – амэн. Итак, закон безопасности. Мне не грозит никакая профанация, обольщение или соблазн, если я владею информацией первичной. Матфея 24. Матфея 24. Давайте прочитаем здесь. Очень серьезное предупреждение. Иисус предупреждает ученикам о последнем времени. Скорее всего, о том времени, в котором мы сегодня живем. 23. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, информация вторичная. «Ибо восстанут христы, лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса». Для чего? Чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Дело в том, что помазанные Божьи люди, обладающие первичной информацией, станут живой мишенью для всяких лжеучителей, лжепророков, потому что мы из себя будем представлять нечто. Поэтому Иисус предупреждал своих учеников и говорит, вы будете обладать помазанием, откровениями, обетованиями. Держите это и не позвольте, чтобы кто-то вырвал из ваших рук, из ваших сердец, из ваших уст первичную информацию. Смотрите, 25 стих. «Вот я наперед сказал вам». 25 стих – это здесь сформулирован закон безопасности. «Я наперед сказал вам». Если хотите, первичная информация – это пророческое слово, которое звучит в нашу жизнь и в нашу судьбу задолго до того, как какое-то событие в нашей жизни произойдет. Почему дьявол обольщает нас? Потому что дух Иезавели и вся ее армия, они сражаются с первичной информацией, убивая пророков и разрушая будущее Божьего народа, Божьих сыновей и дочерей. Поэтому Иисус предупреждает и говорит, «Я наперед сказал вам». И когда Иисус что-то говорит наперед, как важно зафиксировать это в сердце, как важно написать где-то это там, там на скрижалях, «Дух Святой начертай внутри меня эту первичную информацию, пророческое слово, задолго до того, как это появится в моей жизни, я наперед сказал вам, чтобы вас никто не обольстил». Первичная информация по своему содержанию и помазанию мощнее, чем любой обман, вранье и обольщение. Амин. «Я наперед сказал вам, чтобы вас никто не обольстил». Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, он в потаенных комнатах, не верьте, не позвольте вас разводить, как лохов, не позвольте вас обмануть, как наших прародителей в Едемском саду. Они проиграли, они оригинал выбросили и взяли фальшивку. Бог сказал, «Не ешьте». Он сказал, наперед сказал, «Не ешьте, потому что будет искушение, чтобы вас заставят это съесть». Защитите первичную информацию, и Бог защитит вас. Не жонглируйте этими откровениями. Господь заранее говорит, чтобы никакое ложное слово, никакой обман или соблазн не повредили нам. Следующее место, которое хотелось бы прочитать, Евреям 4. Открутите, пожалуйста, Евреям 4, 1-3. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто-то из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы уверовавшие, так как он сказал, «Я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». В начале, в начале, в начале. Очень важно. Вот это начало, начало, начало разобраться с ним, познакомиться с ним, вцепиться в это и рассматривать это как фундамент нашего дома. Фундамент менять нельзя. Все, что было в начале, оно остается в силе. И вы знаете, здесь речь идет о том, что заранее, изначально, еще Египет, еще рабство, еще фараон, еще гробница, еще там вот эта вся, все это система сумасшедшая. Господь заранее сказал, заранее, что «Я выведу вас из дома рабства, и я хочу ввести вас в обитованную землю, и вы будете там жить в домах, городах укреплен заранее». Вы знаете, в чем трагедия старого поколения? Они не удержали первичную информацию. Они ее обесценили. Первородство. Если хотите, первичная информация или то, что Бог говорит в начале, это наше первородство. Запишите, это важно. Все, что Бог говорит в начале, это пророческое слово о нашем первородстве и о нашем наследии. Бог столько говорил. «Я выведу вас из пункта А – рабство, и я веду вас в пункт Б. Это обитованная земля. Вы будете там иметь свое государство. Некогда не народ, а будет народ. Некогда не помилованные, будете помилованы. Некогда рабы проклятые. У вас будет свой флаг, своя земля, свой государственный гимн. У вас будет своя государственность, и этот народ будет словнее всякого другого народа». Бог говорил в начале. Вы знаете, это трагедия, когда Бог говорит в начале, а мы не способны это зафиксировать и услышать. Это оригинал. То, что Бог в начале говорит, это оригинал. Вцепись, защити его, помести его в сердце и не позволь никакой фальшивке или поддельным документам поменять этот оригинал. И здесь, как это объясняется, что за процесс? Слово не принесло пользы слушающим. То есть, слово, нерастворенное верою, оно не приносит пользы слушающему. закрепить внутри себя первичные, оригинальные, божьи, пророческие слова – это гарантировать себе свой завтрашний день и свое будущее. Когда я прихожу в церковь, когда я смотрю сейчас свои конспекты, когда я проверяю, во что я верил вчера, 20 лет назад, я трепетно отношусь к тому, что меня связывает с Богом и к тому, что формирует мою судьбу. Живем один раз. Я внимательно слушаю, что Бог говорил в начале. Я знаю, что то, что Бог говорит в начале, Он будет говорить в конце, а то, что посередине, это наш выбор, совместится ли, будет ли соответствовать наше мировоззрение, которое мы в этой пустыне сформулируем с тем, что Бог скажет в конце. Между прочим, когда Израиль подошел, извините, подошел к уже Иордану, все, что Бог говорил в начале, в Египте, все прозвучало и там, в конце. И эти несчастные люди, которые первородство променяли за чечевичную похлебку, взяли на вооружение фальшивку и вторичная информация разрушила, уничтожила то, что Бог говорил в начале. Братья и сестры, сегодня такая мощная информационная война. Не только по поводу Украины, не только по поводу России, не только по поводу Америки. Самая страшная информационная война по поводу твоей обетованной земли. Дьявол сделает все, чтобы ты, выйдя из Египта, застрял в пустыне и умер здесь. А потом Бог говорит, ну и что, Бог? У тебя все такие. Сначала выходят, а потом не хотят никуда идти. Моя вторичная информация победит все твои великие, умные откровения о высоких материях. Когда мы говорили про Новый Мировой, ой, это все отгремело, это все отговорила роща золотая. Понимаете такую вещь? У Бога есть амбиции, и Бог за свои слова отвечает. Он говорит, небо и земля пройдут. Государства появятся и исчезнут. моря могут высохнуть. Мир может весь поменяться, а Слово Мое пребывает вовек. Вот почему в самом начале Дух Святой, Он просто коснулся таких нервов оголенных, давайте ценить и благоговеть перед тем, что Бог говорил в начале. Это наш фундамент. Это наше основание. Это наше спасение. Господь говорит, я наперед сказал вам. Для чего? Для того, чтобы вот то, что будет потом, и в информационной войне с дьяволом, мы должны победить. Амин. Вы помните, Иисус пришел в пустыню и приходит дьявол. Ничего не поменялось с тех пор. Запомни, не на твое здоровье он покушается. Сто лет оно ему нужно. И даже не на твои деньги он покушается. Он не хватает. Он покушается на то, чего он боится больше всего. Чего он больше всего боится? Слово Божьего. Слово Божьего. Поэтому, когда он это Слово Божье у тебя похитит, ты будешь у него под ногами. Защити Слово, и Бог тебя защитит. Амин. Вот почему мы должны хранить и чтобы побеспокоиться о том, чтобы Слово Божье оно растворилось. Что такое растворенное Слово Божье? Слово Божье. Откровение, учение, которое здесь звучит, оно должно примитивно. Берешь сахар. Вот. А вот тебе горячий чай. Кто с сахаром пьет? Я без сахара пью. Ты берешь сахар. Вот здесь. А чай вот здесь. Что такое вера? Это процесс, когда сахар помещается вот в чай и размешивается. И через некоторое время сахар никто не похитит, если не похитит чай. Не очень тупо. так вот Слово Божье, Слово Божье, оно нужно попасть к нам, и когда мы молимся, рассуждаем, проповедуем, это Слово Божье настолько растворяется в нас, что после этого Слово становится плотью, а плоть становится Словом. Все, мы вместе. Что такое Слово растворенное верою? Запишите. Слово, растворенное верою, это Слово, ставшее плотью. Это мои жизненные убеждения. Это шкала моих жизненных ценностей. Это мои принципы, по которым я живу. Это Слово, которое вот с этих страниц перекочевало в мое сердце. Это Слово стало моим. Оно растворилось. Вот такое Слово, оно принесет пользу слушающим. Следующее Слово растворенное верою это убеждение. Запишите. Слово, растворенное верою, это мое жизненное убеждение. Вот за убеждение люди умирают. То, за что ты не умираешь, это не твое убеждение, а это твое хобби. Это просто чьи-то цитаты. Убеждение это то, за что люди жизнь отдают. Потому что забирая Слово, твои враги забирают твою душу. Это почти как вот водяные знаки на копюрах. Очень скоро кеша не будет, но по крайней мере сегодня можно об этом говорить. когда ты берешь копюру на свет, то ты можешь видеть водяные знаки. Это не снаружи нарисовано, а это по каким-то технологиям, я не понимаю. Но когда ты смотришь на свет, ты видишь там портрет какого-то вождя, царя или герцога. Так вот, слово растворенное верою, это когда тебя на просвет рассматривает и видит там портрет нашего герцога, нашего царя Иисуса Христа. Амэн! Не я живу, а живет во мне Христос. Итак, слово нерастворенное верою, оно не принесло пользы слушающим. Трагедия старого поколения заключалась в том, что вторичная информация уничтожила оригинальные первичные Божьи откровения. Все! А это пророческое слово. Если пророческое слово уничтожено, ты теряешь будущее. Пророческое слово формирует твое будущее. Уничтожено это слово, уничтожено твое будущее. Иисус не хочет, чтобы мое будущее было уничтожено. Иисус не хочет, чтобы твое будущее было уничтожено. Вот почему Он говорит заранее. Вот почему Он говорит, трепещите и благоговейте перед Словом Моим, потому что оно сформирует Твое благословенное будущее. Амин. Следующее место, Галатам, первая глава. Галатам, первая глава. Галатам, первая глава. Война вторичной информации с первичной. Это настолько устойчивая, вечная битва в течение всей человеческой истории. И блажен, кто защищает то, что Бог говорил вначале. Блажен человек, который защищает то, что Бог говорил вначале. У Павла было много разных церквей. Одна из них в Галатах. Галатийская церковь. И, вы знаете, первый, шестой стих. Это очень эмоциональное послание. И в этом послании как раз та же самая тема. Пришел Павел. Проповедовал Слово Божие вначале. Об Иисусе, о благодати, о жертве. Первичная информация. Так же, как многим из нас в начале 90-х было проповедано Евангелие, благодаря которому мы спаслись, получили прощение грехов, получили призвание и то, что у нас сегодня есть. И вдруг Павел приходит туда, и шестой стих начинается с этого эмоционального слова. Удивляюсь. Есть удивительные вещи в нашей жизни. Удивительные церкви. Удивительное служение. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию. Удивляюсь. Павел знал, о чем он говорит. Павел знал, что Христос – конец религии. Павел знал, что Христос – это конец фарисейской мафии, жестокости и ненависти. Павел знал, что Иисус Христос и его искупительная жертва – это конец самоправедности, когда каждый религиозный человек зарабатывал спасение или праведность своими делами. Павел уверовал, что не заслугами своими, но заслугами Иисуса Христа мы становимся праведными. Мы праведны по происхождению, они по состоянию и по своим делам. От праведного Бога рождаются праведные дети. И вроде было учение, и вроде был заложен фундамент, и вроде была правильно заложена эта база для мировоззрения. И, подчеркните, вторичная информация – это иное благовествование. Вторичная информация – это иное благовествование, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желают превратить или извратить благовествование Христово. Есть люди, которые пытаются разрушить первичную модель Божьих откровений, которая провозглашала твое будущее. Мы, говорю, мы будем матерью тысячи церквей. У нас будут праздники поклонения. У нас будет христианское правительство. Мы с вами будем не только вспышки пробуждения, мы с вами будем видеть затяжной период трансформации, реформации нашего общества. Это было в начале, и вы можете это похоронить благодаря вторичной информации блажен человека, который держится за это. Потому что он будет не только зрителем, но он будет непосредственным участником этого великого процесса и великой программы. И вот, знаете, там, где об этом проповедовалось, появились люди, которые говорят, да о чем, куда вы верите? Знаете, дьявол, в чем мерзость дьявола? В мире так много людей, над которыми бы он мог работать. Но вот мерзавец идет туда и работает с людьми, с которыми работает Бог. и его задача ревизировать первичные откровения. Вы встречали когда-нибудь людей, которые пытались тебе объяснить, на самом ли деле ты правильно веришь, правильно ли молишься, правильно ли понимаешь, или нет? Я тысячу раз встречал это. Люди, которые пытались оспаривать твои первичные откровения. Защити их, и Бог тебя защитит. Апостол Павел, я удивляюсь, ревизор приехал, пытается проверить, насколько первичные откровения правильны. Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам, не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Вы знаете, мы либералы, мы в современной Европе признаем равноправие религий, равноправие всяких динаминаций, и равноправие всяких полов, и все остальное. Это вот вся философия мерзкая. Она пытается проникнуть в сознание людей, сказать, что и христианство, это одна из религий, и стоит наравне со всеми. Апостол Павел очень жестко, всегда, абсолютно всегда, где бы ни выпадала возможность, он говорит, нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Это имя Иисуса Христа. Это не одно и то же, что Будда или Магомед. Может быть, кому-то это не нравится, но никто на кресте не висел, кроме Иисуса Христа. И никто не проливал свою кровь, и никто не умирал за грехи людей, и на третий день не воскресал. Извините, привилегия нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Если ты Его любишь и веришь, воздай Ему славу и скажи, спасибо тебе, ты царь всех царей, и ты Господь всех господствующих. Имя тебе Иисус Христос. Амин. Итак, если бы кто-то пришел и стал что-то иное проповедовать, да будет анафема. Вы знаете, может быть и жестко, но справедливо. И я хочу, чтобы ты лично себе взял просто на вооружение все, что угрожает и все, что пытается уничтожить твои первичные откровения, сформулировавшие, которые сформировали твою базу, платформу, да будет анафема. Да будет анафема. Чем больше ты будешь церемониться с дьяволом, тем быстрее он околпачит тебя. Дьявол, давай подумаем, вот книга Иова, что ты там делал, кофе пил с Богом и про этого рассказывал. Перестань с дьяволом разговаривать. Просто скажи, отойди от меня, сатана, эксперт великий. Буду с тобой о первичных откровениях говорить. Когда Ева начала с ним разговаривать, а подлинно ли сказал Бог тогда? Нет, он сказал, в общем-то, не так, а вот так сказал. И что он сказал? Ну, он сказал, что нельзя. А дьявол говорит, да нет, нет. Он просто так сгоряча сказал это все. дьявол всегда оспаривал и будет оспаривать первичные Божьи откровения, которые когда-либо прозвучали в нашу жизнь. И запомните, это правда и это истинно. Я наперед сказал вам. Закон безопасности мне не грозит никакая профанация, если я защищаю и владею первичной информацией. Она меня спасет, и она меня защитит. Амин. Как вы приняли Иисуса Христа, стойте в этом, ходите в нем, укореняйтесь и укрепляйтесь Господом. Амин. Да будет анафема всякой вторичной информации, которая покушается на базовые, фундаментальные, первичные Божьи откровения, которые защитили, спасли и обеспечили нам судьбу Божьих детей и сыновей. Амин. Анафема это серьезное слово. И мы должны... Что такое анафема? Анафема это победа в информационной войне твоих первичных откровений. Анафема это победа над всяким обольщением и попыткой ревизировать твое христианство. Сегодня я не знаю, ну не тысячи, но уже сотни церквей, которые возглавляют представители ЛГБТ-сообщества. Это же как надо извратить Евангелие, чтобы объяснить, что то, что вот здесь вот в книге обозначено как мерзость, вдруг обозначить, что гомосексуалист и мужеложник это не одно и то же. Я слушал однажды интервью одного из пасторов, который ведет церковь и проповедует и Христа, и говорит, что Христос нас такими любит и уважает такими, и Он создал нас такими. Вспомните, какая любовь была между Давидом и Иоаннафаном, что у них была любовь больше женской. Про что вы говорите? Мы, как Давид, и там такое начинается, что оба-на, а мы какие-то фарисеи злобные, которые против любви. Если мы не защитим консервативные, что такое первичные, это консервативные ценности, которые были в начале, то вот эта либеральная философия, вторичная, она может просто разрушить наши мозги. Я когда встречался, я вам уже рассказывал, встречался с кардиналом Римской католической церкви. Это даже не из нашего братства, это из соседнего братства. И он говорит, да, мы столько лет защищали целебат и исповедь, а сейчас на повестке дня стоит вопрос, чтобы отменить целебат и отменить исповедь. Так что же тогда с нашей церковью? Ну, это и их головные боли. У нас не целебата, у нас целый брат просто есть и все остальное. А что вы хлопаете? Ну, они беспокоятся, то есть либерализация касается всех церквей и католической в том числе. И он говорит, вы представляете, ладно это, если треть синода епископов проголосует, то все, тогда это будет серьезная беда и раскол в нашей церкви. Он так откровенно делился. Он говорит, мало этого, мы же все знаем, что есть в вечности ад и есть рай. А сейчас говорят, это вероятно кто-то из них, что есть еще третье, это небытие. И он говорит, ну, смотри, есть ад, есть рай, а они говорят, небытие. Это же обман. И вот я всегда задаю вопрос, это же сколько надо потрудиться кому-то, чтобы найти миллион каких-то вот таких хитро сплетенных аргументов, чтобы уничтожить или развалить первичную информацию. Называется философия, которая оправдывает грех и оспаривает заповеди Божьи, которые являются фундаментом нашей жизни. Вы знаете, это последнее время. И почему Христос сказал, я наперед сказал вам, вначале не было так. Помните, говорит, позволительно разводиться? Христос говорит, нет, написано было, что оставить человек отца и мать прилепится, к жене своей был двое-одноплоть. А как же Моисея дал разводное письмо? Он говорит, да по жестокосердию вы просто взяли его за шкирку и чуть не побили камнями, вы требовали этого. А вначале не было так. Братья и сестры, давайте построим свое мировоззрение на всем, что было вначале. Защити первичные откровения и Бог обеспечит тебе будущее. Амин! Защити то, что было вначале и Бог обеспечит тебе твое будущее. Следующее, Филиппийцам 3.19. Филиппийцам 3.19. Начнем чуть раньше. 17. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Но вначале не было так. Вначале их Богом был Творец. Их слава была во святилище. Они мыслили о небесном, а не о земном. То есть здесь апостол Павел рисует портрет человека, который позволил вторичным откровениям или вот этому иному благовествованию, иному Евангелию разрушить первичные откровения Божьи. Он говорит, я со слезами смотрю на этих людей, с которыми мы были вместе, проповедовали Евангелие, мы умилялись в Божьем присутствии, мы были на горе преображения, мы видели славу Божью, и теперь, смотря на их жизнь, люди, которых победила вторичная информация, люди, которые оказались жертвой дезинформации и профанации, их Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном. Это не шутки, друзья. Первичные откровения поднимут нас на небо, а вот эти все обольщения, вот это все искушение, вторичное, дьявольская информация, она нас осрамит, она бросит нас озим, она просто уничтожит нас. Кто кем побежден, кто кем побежден, тот тому и раб. Итак, Бытие 3, давайте заглянем, в последнее время что-то часто это место все читают, и местные, и гости. Бытие 3. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Вы знаете, искусство обольщения поставить под сомнение не только заповеди, но и авторитет того, кто эти заповеди дает. Подлинно ли сказал Бог тень, какую бросил змей? Смотрите, как он специально перекрутил все. Он говорит, подлинно ли сказал Господь Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Ни от какого дерева. Господь насадил такой рат, только вздумать что-нибудь взять оттуда. Плоды есть, а есть нельзя. Ева поправила его и сказала жена змею, плоды из деревьев мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. И вот в сознании людей, и вот в сердце людей сражаются первичные и вторичные откровения. Бог сказал, не вкушайте, умрете. Змей говорит, вкушайте и не умрете. Совершенно противоположная информация. реклама греха оказалась намного ярче и намного привлекательнее. Прочитаем следующий стих. Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Я не знаю до конца, понимала ли Ева, что такое боги, боги, что такое добро и что такое зло. Конечно, это очень глубокая философия. Здесь, знаете, на этом месте различные служители дьявола, оккультисты, они строят такую концепцию, говорят, видите ли, Бог создал человека, и он был слеп до тех пор, пока он не увкусил запретный плод. Как творец мог создать совершенное творение, если у них глаза открылись только после того, когда они вкусили запретный плод? Своя логика. Опасно прикасаться к фальшивке, не разобравшись и не утвердившись в оригинале. Я не знаю, что такое открылись глаза. Может быть, у них духовные глаза были открыты, может быть, они были в четвертом измерении, и может быть, не до конца они, я не знаю, как комбинировали свое путешествие или в четвертом измерении, или по земле, потому что Едем это конкретный географический адрес на территории современного Ирана или Ирака там, это было на земле, и Бог, который Дух, Он приходил в Идем, и Бог, который есть Дух, Он встречался с человеком, который есть плоть. Здесь миллион вопросов. И я лучше буду слушать инструкцию первичную, то есть, как Творец, который вначале все сотворил и рассказал, нет, значит, нет, инструкция, она не подлежит обсуждению. Но вы понимаете, что когда Господь дает одну инструкцию, обязательно придут кто-то другой, которые тебе дадут вторую инструкцию. Чему нас эта история учит? Освобождаясь от всяких глубоких философских умозаключений, защити первичную информацию. Чьим словам поверишь ты? Я буду верить. Слову Божьему. Откроются ваши глаза, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вы понимаете, Бог сотворил человека, конечно, вот с этим безграничным потенциалом развития и вот эта жажда знаний, это непредосудительно, это было все. Но, Боже мой, первичная информация, пострадала. Поддельный документ оказался важнее. И смотрите, что? И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания. Знания. Библия Библия любящим Бога дано знания от Него. Первичные знания. И на эти знания покушается дьявол. Вы знаете, у меня тоже сегодня миллион вопросов. Я не все понимаю вот в этой книге. Я боюсь даже рассуждать со своими друзьями о том, что мне сейчас здесь непонятно, чтобы не соблазнить никого. Но, друзья, это не дает мне право сейчас оспаривать авторитет Творца, Его заповеди и Его изначального плана моего спасения. И мне в тебе много чего непонятно, и тебе во мне много чего непонятно. А кто тебе сказал, что в дороге кормить будут? Кто тебе сказал, что все будет прозрачно? Если бы все было понятно, может быть, и не было бы интриги, но было бы скучно жить. Наркоманов бы было, мне кажется, в миллион раз больше. И оккультистов. И мне в Боге много чего непонятно. И когда мне пытается кто-то со стороны объяснить цинично и грубо о том, что Бог безликий, что Бог несправедливый, что у Бога Он как на шахматной доске с нами вот так играется. Может быть, иногда это и похоже так, но первичные знания, которые я получил в начале своего христианства, они рисуют мне другой патриет, мой Бог добрый, мой Бог справедливый, Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. В это время они ухмыляются. Ага, мы это в детстве считали, а мне плевать на ваши ухмылки, это мое основание, это мое убеждение, это мое Евангелие, это мое изначальное благовествование. Бог есть любовь, и Его любовь спасла меня, и Он послал в этот мир своего Единородного Сына, который на Голгофском кресте согласился умереть за мои грехи, и я пожизненно буду любить Его, служить Ему, проповедовать Его, и поклоняться Ему во веки веков, понимаю до конца или не понимаю, это все вторично, первично, мой Бог любит меня, и через Иисуса Христа Он возродил меня свыше, и я сегодня являюсь Сыном Божьим, и мое имя в книге жизни, все остальное не по существу, халлелуя, миллион вопросов существовало, и миллион вопросов будет существовать, но я не собираюсь свое мировоззрение строить на вторичных философских непроверенных умозаключениях, защитите первичную информацию, и вы останетесь в Едеме, видите ли здесь, Едем для тех, кто почитает изначальные первичные установки Творца, здесь такая конституция, выполняешь эту конституцию, будешь здесь, если ты нарушаешь ее, ну, тогда там другая территория существует, и последнее место, сейчас уже я подхожу к концу, финал это 1 Иоанна 2, 1 Иоанна 2, и прочитаем 18 стих, я сегодня максимально честен, и очень бы хотелось, чтобы мы с вами осознали, что мы живем не в мирное время, а во время войны, и дьявол ходит вокруг нас, как рыкающий лев, ища, кого поглотить, можно ржать и говорить, что зубов нету, там, даже если зубов нету, у него так много слов, слова страшнее зубов, потому что слова вторичной информации, они могут повредить и уничтожить базовые, оригинальные, первичные откровения, восемнадцатый, дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихриста, то мы и познаем из того, что последнее время, хотелось бы пару слов сказать антихрист, Христос, это переводится как помазанный, а жилько помазанный, это то, что Иисус сказал, Дух Господень на мне, вот почему Он Христос, вот почему Он Христос, что Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, благовестовать нищим, проповедовать освобождение из мученных, выпустить на свободу, то есть помазание, как совокупность Божьих откровений, совокупность Его власти, авторитета, ну, естества, божественного естества, это Христос, который нас, нас, церковь, Божьих детей, сыновей, он делает Христовыми, то есть тот, кто во Христе, тот находится в Его помазании, в Его мудрости, в Его откровении, в Его первичных откровениях, и, смотрите, в последнее время, явится много антихристов, кто такой антихрист, это специальное подразделение в армии дьявола, которые конкретно и целенаправленно работают на разрушение помазания, откровения, мудрости, авторитета и власти, чтобы авторитет Иисуса Христа во полном своем объеме обесценить, уничтожить и превратить его просто в какого-то легендарного героя исторического. Имейте в виду, мы живем во время войны и сегодня много антихристов. Я однажды забрел на сайт про себя что-то искал. Я столько интересного о себе узнал. Я только к себе на блог заходил иногда. Там я такой хороший. А когда я зашел на какие-то другие сайты, я так много узнал о себе. И о служении, и о помазании, и вообще, вообще вы должны знать с кем вы имеете дело. будем знакомы. Думаю, один человек тратит всю свою жизнь, чтобы получить откровение, что-то сделать в жизни, а другой тратит всю свою жизнь, чтобы, грубо говоря, как это, вот все это, просто все раскромсать, опорочить, осквернить и сказать, все это антихрист. Вы знаете, это мелкие сошки. Это просто как тупая религия, так по-другому даже и не назову. Но есть серьезные авторитетные антихристы, которые утонченно, которые не просто тупо, глупо и примитивно, а которые утонченно будут уничтожать откровение, то есть первичную информацию, твой первичный авторитет, твой первичную власть, которую ты имел во Христе Иисусе. Поэтому наблюдайте за собою, следите за тем, чтобы молитва ваша не умерла, чтобы вера ваша не оскудела, чтобы ваши глобальные откровения, первичные откровения о славе, о реформации, о могуществе вам излияния Духа Святого не умерли здесь. Если вместо этого и в твоем сердце будут прогнозы уничтожения и победы дьявола и обесценивания жертвы Иисуса Христа в церкви, запомни, антихрист побеждает, когда помазание заканчивается. Вот почему Дух Святой, мы просто сейчас чтим его, как никогда раньше. Антихрист будет гулять в Гондурасе, когда ты будешь здесь исполняться Духом Святым и Он не подойдет к тебе. Амин. Он всегда подходит как шакал к уставшим, отстающим, израненным и слабым. Вот почему нельзя отставать, нельзя быть слабым и нельзя позволять себе очень долго лежать в лазарете. Не на зарете, а в лазарете. Амин. Не давайте место дьяволу. Даже когда тебе тяжело, даже тебе кажется несправедливо, даже когда тебе что-то не так, дьявол тут как тут, он борец за права человека. И он тебе скажет, да, я тебя понимаю, пастор это тиран, да, я тебя понимаю, да, это не церковь, арабская колония, да, я тебя понимаю, это же вообще тирания, ты свободный человек, ты равна, да, 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 и он тут как тут начнет взращивать твои амбиции, стой на месте, скажи, уходи отсюда. Я знаю, в кого я уверовал. И не с тобой мне говорить о моих болях. Нашелся здесь великий психолог, противостаньте дьяволу твердой верою, и он убежит от вас. Вы знаете, что такое настоящее помазание? Это не просто контратака, это когда дьявол убегает от тебя, иногда он просто уходит, ну ладно. Я задаю вопрос, когда дьявол последний раз убегал от тебя? А пока мы были молодые и пели эти песни, помните, он будет в страхе убегать, помните, да? Помните, да? Кто-то пел даже просто прямо вот так, да, что он будет и это делать, и убегать. Вот тогда он точно убегал, а мы сейчас повзрослели, бегать не бегаем, и дьявол не бегает, поэтому по пятам ходит. Я вспоминаю кого-то спержен или кто, он говорит, у нас с дьяволом разговоры разные, я, говорит, видал, это уже старая-старая история, говорит, дама идет на остановке, а рядом с ней собачка, ля-ляя, ля-ля-ля-ля, он говорит, уходи, я без тебя поеду, и она, собачка, повернулась, и опять. И это несколько раз было, пока однажды, я сказал, кому сказал, убирайся отсюда! И там уже уши встали дыбом, и хвост перестал вот так вот вилять, в голосе есть власть. Вы со мной? Даже проснулся кто-то, а? Молодец! Пробуждение грядет серьез. Амин! До тех пор, пока ты будешь церемониться с ним. Ай, сатанюшечка, ты достал меня, а? Ты меня, честно говоря, задолбал. А сатанюшечка, ой, как ты меня задолбал, я тебе скажу, а? Как меня Бог задолбал, поэтому я тебя долблю. Вы знаете, подождите, я просто сейчас немножко так на релакс передам. Я помню, когда мы только-только пережили крещение Святым Духом, бесноватые нас просто оккупировали. Просто вот не было границ, и все услышали, что в Риге какое-то пробуждение, и что Шевчук есть, а в церкви у Шевчука, короче, там бесов изгоняют, и мы туда тоже встряли. И мы туда тоже встряли. Какие только эксперименты мы не проводили. Я удивляюсь. Слушайте, несколько, некоторые из них, следующие, короче, откуда-то из Ровно, из какого-то туда, там такие одержимые, что у нас здесь даже не водятся такие. Короче, привезли какую-то тетечку, ну, тетечку такую лет по 25, по 27. Ты-то откуда знаешь? Ну, 28. Сколько ей было? Ну, не 90 же. Ну, вот, короче, она нормально ест, пьет, разговаривает, а когда только кто-то на зайках начинает молиться, начинается там вот такая буря. И мы уже почти как шоу такое, гости приходят, хотите? Ты говоришь, че? Ну, здесь у нас видео не было, интернета не было, ну, понимаете? А разнообразие, так хотелось вообще! Ну, а там верующие же были, а когда мы крещение с Святым Духом пережили, мы в церковь, никуда в церковь не ходили, а к нам приходили туда, на резонанс. И я помню, приходят, давайте молиться, а мы уже, нас кто учил бесов изгонять? Откуда мы знали? Мы Библию читаем, именем Иисуса, она кричит, кричит, а потом еще, такой какой-то интеллектуальный бес у нее был, и поэтический бес какой-то. Мы говорим, Аллилуйя, Аллилуйя, уходи, дьявол! Ну, мы Аллилуйя говорили, и во имя Иисуса, ну, все, что знали, все говорили. Аллилуйя, Аллилуйя, а та стихи пишет с матершинными словами на это слово. Я говорю, Аллилуйя, она мне отвечает, таран-таран, вы знаете, вот этот экзорцист, у меня экзорцист превратился в какое-то, просто в какое-то шоу, и мы какого-то дуэтом, таран-таран, ня-ня-ня, это кошмар какой-то. Не буду говорить, кто, а потом брат говорит, надо разобраться, потому что какая-то история была такая, ну, типа была тема такая, что надо разобраться, когда и при каких условиях бес вошел в эту женщину. Честно говоря, меня это не интересовало, ну, что, а мне зачем? Но того чувака это очень интересовало. И такими летними, поздними вечерами он садился с ней рядом и спрашивал, а в каких, при каких условиях? И она что-то ему рассказывала. Это было давно. При таких условиях, ну, знаете, почти как фильм, смотришь, триллер такой, да? И днем, ночью, все. И потом однажды, когда он очередной раз ее там допытывал, она вдруг встала и сказала, а тебе зачем это знать? Сейчас в тебя войду. То, говорит, не надо. Все, 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 сеанс закончен, сеанс закончен, все, все в порядке. И, говорит, после этого я ни о чем не спрашивал? И как знать, а вдруг он вошел туда? Он же, хотя врет иногда. После этого у нас был еще один такой брат из Ровна, тот не шутил. И когда он услышал, что у нас здесь такие, какие-то там уси-пуси там с бесом, то как дьявол побежден? Пригласите меня. А в то время у него новые причуды были. Это вообще какой-то, может быть, не такой страшный бес, но какой-то поэточкарик, ботаник, ну какой-то хулиган такой вот бес. В последнее время, когда мы молились, он начал фиги крутить. И мы кричим и говорим. Он говорит, говорит, от натуги скоро перебивал по мазани. Что такое антихрист? Ты в духе. Напрягаешься, а он прикол какой-то скажет, и ты... И все помазали, как просто, как корова слезала. А потом начало фиги крутить. Ну, мы же, кто-то молится с закрытыми глазами. Я любил с закрытыми глазами, чтобы не видеть, что она рожи крутит. И когда однажды кричали, мы молились, открыла глаза, она две фиги, на. Я никогда не выйду. Боже мой. Я сел, думаю, ну ничего себе. Вот меньше молишься, и когда-то спокойнее жить, а. И приехал этот брат, приехал этот брат. Говорит, где? Типа специалист такой, где? Да вот, на втором этаже, поднимайтесь. И мы в сторонку, чтобы нам ничего не показывали. И на ринг выходит этот тяжеловес, ну, короче, со всеми этими делами. И он, у них там, это, греби-де-чауза была, главная такая мантра из Ровна. Ну, такой, греби-де-чауза. Там потолок вот так ходил. Я думаю, ну, хоть раз увижу в реальном, как сказать, времени, как вот это все происходит. И он, закрыв глаз, он тоже с закрытыми глазами молился. И он, короче, правознательно, он старался, как и мы старались. Я не сужу его, потому что я получил от него больше, чем он. И, короче, он в атаку пошел. А мы-то видим, она встала в полный рост, к нему подошла. Он еще не видел. Потом открыл глаза. Говорит, о, Господи, помилуй. Ну, несмотря на это, вы скажете, что я прикалываюсь? И мы что, экзорцизм должны были закрыть? Сейчас у нас изгонятели бесов больше, чем гомосексуалистов в Латвии. Потому что никакая неудача нас не остановит. Амин. И мы разговариваем с дьяволом с позицией силы. Амин. И когда нам говорят, ну, это дети. Нет, первичная информация заключается в том, что мы новое творение, у нас есть власть, мы эту землю возьмем, конечно, возьмем. И что Дух Святой придет, конечно, придет. И что бесы будут поминаться, конечно, повиноваться. И наша тень будет, как тень Петра, исцелять больных. Мы в этом убеждены, и ревизировать, и менять это мы не собираемся. Давайте поблагодарим Господа за великие первичные фундаментальные откровения. Читаем дальше. Дети, последнее время, и, как вы слышали, вот Ольга сидит и говорит, опять я что-то придумал. Я ничего не придумал. Я вспоминаю. 19 стих. Они вышли от нас. Кто такие антихристы? Вы можете себе представить? Иоанн пишет страшные вещи. Антихристы? Они вышли от нас. Мне надо сейчас на ближнего смотреть. Ты лучше скажи, не я ли? Рави. Не я ли? Так вот лучше сказать, не я ли, Рави, чтобы не получилось, что помазанник стал сначала недомазанником, а потом уже вообще стал антихристом. Наблюдайте за собою, чтобы первичные откровения остались, первичное помазание, чтобы оно только возрастало, и чтобы те планы, которые Бог имеет для тебя, сохранить в оригинале. Они вышли от нас, но не были наши. Легкий намек, что в каждой церкви есть обязательно такая ячейка. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Жесть. Но они вышли. И через то открылось, что не все наши. Это серьезное откровение насчет того, чтобы проверить себя, проверить свой фундамент, проверить первичные откровения, не продали ли мы свое первородство за чечевичную похлебку. Не превратилось ли наше служение в игру? Не превратилось ли наше мировоззрение в какое-то убожество или какое-то хобби? Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Вот на что приходится рассчитывать. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Вот почему надо молиться не 10 минут, не 15 минут. Это дом Божий, домом молитвы наречется. Мы здесь должны плыть часами, чтобы Дух Святой учил нас, чтобы во время вот таких молитв Дух Святой подсказывал, Дух Святой наставлял нас, показывал врагов, показывал друзей, показывал, какое оружие против нас готовится и чтобы Он показывал, каким оружием Бог нас наделяет. Пусть духовный мир станет для нас реальным. Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь нет истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет Отца. И внимательно. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Вот 24 стих еще раз. Подчеркните, там в течение одного, в одном стихе дважды подтверждается или подчеркивается эта истина. Потому что все, что было от начала, оно обеспечит твой завет с Отцом и Сыном. Еще раз. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Первичные откровения защитят тебя от обмана, обольщения и профанации. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него вас пребывает и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое семья помазания учит вас всему и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас в том и пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы когда Он явится иметь нам дерзновение и не постыдиться перед Ним в пришествие Его. С чего мы начинали? К тому мы и пришли. Когда Иисуса спросили, какой там признак пришествия, и Он сказал, вот, и она вперед сказал вам. Явятся лжецы, лжехристы, лжеапостолы. Но то, что я сказал вначале, оно защитит вас. Я молюсь сейчас и за себя, и за каждого, кто рядом со мной. Бог, помоги нам слышать научающие помазания. Дух Святой это не только эмоции. Дух Святой не просто это ощущение. Дух Святой учит нас. Помазание, которое научает нас. Давайте закроем глаза и помолимся. Я благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты на этом месте. И я прошу Тебя, пусть это помазание учит нас. Крамен долибра саби дурба дурба макрэнт ламир бани лагур сабрэнди лак лжен лав манджаг лайт алая пусть это слово растворяется верой. Пусть эти первичные глубокие оригинальные откровения они создадут каркас нашей личности, основу нашего мировоззрения. рамин оглом кем анир я мор из ин джерис чтобы когда дьявол подойдет со своими вторичными откровениями, со своими лживыми аргументами, пусть каждый из нас противостанет ему твердой верою, и пусть он убежит от нас. Пусть наш разговор с дьяволом будет с позиции силы, не с позиции жертвы. Карбеделембода Кармин аламбребе Солмагенделея Арменелембро Солмемемения Солмемелемгра Манжала Арамагин Самиргом Энерзя Марменелембро Солмин аламармесомения Карамин аламбреб Солмин иними Камин Солмемелембро Солмемелембро Солмемэ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Поняли? Амин. Спасибо. Кто хочет высказаться? Я не хочу высказаться. Я хочу напомнить всем. Спасибо, пастор. Я повеселилась сегодня. Я хочу напомнить, что в воскресенье, как раз в онлайне нас многие смотрят, в воскресенье у нас общее служение здесь на Ирловас. Поэтому все, кто на Ирловас, вы приходите, вы само собой придете, а все, кто не на Ирловас, приходите. И еще что очень важное, что будет, как мне Игорь Гескин сказал, переводиться время. Я поэтому хочу, что кто слышит и нас в онлайне слышит, и оно будет, как сказать, типа вперед. Мы меньше будем спать, да? Раньше вставать. На час вперед, да? Значит, если, понимаете, если ты не переведешь, то ты придешь в 12. Уже целый час служения будет идти. А если ты на час опоздаешь, то ты вообще к концу придешь. Поэтому, пожалуйста, напомните друг другу в субботу, да, скажите. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь царствует! Навеки мы разрушим ада врата. А знаете, потому что ревность Господа соделает это, как много лет Он лгал всему народу, что это наше бытие, в чем мы с вами живем. Но есть лучшее, лучшее, лучшее. Аллилуйя! Аллилуйя! С миром Божьим! Аллилуйя!